дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фейгин лайф сегодня среда 20 апреля время 20 часов две минуты чуть мы припоздали по технической причине но мы начинаем эфир с олегом ждановым военным экспертом рады вас видели здравствуйте мы назвали успеть до 9 мая естественно такое с двойным смыслом название потому что все мы обсуждали с вами тоже что вот-вот начнется на востоке наступления в общем как ожидался но началось вот и по-разному значит мы будем обсуждать его но и с политического аспекта тоже потому что вот это пограничная дата символическая до 9 мая она звучит ну не только у пропагандистов она и по моему оперативно обсуждается потому что бог знает может больше не выдержит вот до 9 мая сил хватит наступать а потом нет как раз у вас мы хотели это узнать ну что давайте с самого начала вот скажем так то как вот эти сутки сейчас уже больше на уже вторые будем говорить суре идет третье сутки идет наступление вот оно ожидаемо идет предсказуемого и по масштабам и по скажем так количественно по другим показателям самым существенным которые принято оценивать и ожидаемо или что-то совершенно необычное происходит чтобы сказать не абсолютно все ожидаемо и прогнозировано дело в том что мы видели как бы общую картину и наша разведка понимала какова ситуация кстати вот даже мы с вами прошлый раз обсуждали и один из нюансов был в том что мы ждем вы еще задавали вопрос насколько же будем ждать я говорю пока они соберутся в кучу они так в кучу и не собрались до конца и действительно они вынуждены были начать это наступление потому что дедлайн установленный из кремля он действительно подходит а дедлайн мы знаем что там звучало ну все опираются на 9 мая как бы на сам день победы да вообще там прозвучало к 7 мая должны были закончить но вот это из источников кремлевских инсайдерских что 7 мая была поставлена задача шойгу и герасимова закончить специальную военную операцию в украине вот поэтому для нас это было абсолютно ожидаемо и прогнозируемо и я вам скажу что для нас этого самый выгодный вариант такого наступления которое начала российская армия почему объясняю почему потому что смотрите когда ты хочешь добиться успеха в наступлении ты должен первым ударом ошеломить противника то есть первый удар должен быть настолько мощный на одном участке а его обычно называют участок прорыва ну или тут как тут они выбрали с двух направлений до навстречу друг другу встречными ударами и вот часть успеха закладывается именно в ошеломлении противников первый день наступления здесь из и получается что из непосредственного соприкосновения с нами они пошли в атакующие действия это даже не массированное наступление с точки зрения военной науки это они перешли просто к наступлению при этом они пост они стараются подходящие резервы они стараются постепенно втягивать в бой и тем самым компенсировать или наращивать усилия но за счет того что масштаб вот этого вот этих наращивание усилий незначительный получается что мы отбивая атаки наносим огневое поражение и снижаем наступательный потенциал так вот мы сейчас карту покажем она я сразу хочу сказать зрителям что эта карта британская естественно это не ждите что это будут какие-то подробные детали в украине действительно не нельзя описывать детали нельзя показывать подробные карты особенно расположение украинских войск это происходит как я так и не говорила вот такие танки и кодом они хотят попасть и как это может быть не веревает от этого это не будет сзади причем то потому что не было но так как то так вот это значит какие-то причины украинских войск в код машине как либо в россии сейчас где конечно решили действительно выйти к границам Луганской и Донецкой области, вот мы на карте их видим, административным границам, то зачем тогда наступление на Запорожье? Ну, закрепитесь на Херсоне, закрепитесь на участке, который соединяет, собственно говоря, с Крымом, но наступление там для чего делает это? Смотрите, Харьков, Запорожье и Николаев – это отвлекающие маневры, это второстепенные удары. Они там атакуют наши войска по одной простой причине. Они не дают нам, ну, они думают так, что они не дают нам снять оттуда войска и перебросить их на Донбасс, чтобы мы не могли сосредоточить все усилия на Донбассе. Но при этом они тоже оставляют часть сил и средств на этих направлениях для того, чтобы атаковать, постоянно атаковать наши войска. В принципе, логичная схема, как для наступательной операции, всегда есть основной удар и всегда есть второстепенный удар. Есть также отвлекающие удары. Вот это отвлекающие удары, три направления. Вообще, конечно, в идеале военного искусства, если бы они готовились к серьезной и настоящей войне, то вот в этом положении удар Запорожья-Харьков, встречный удар, был бы идеальный. Но для этого надо было бы иметь с каждой стороны по полмиллиона группировки. Ну а как вы оцениваете сейчас группировку, всю группировку российскую? Всю группировку российскую на сегодняшний день мы оцениваем где-то 90-95 тысяч. Но это же очень мало, это же мизер какой-то. Это даже половина того, что было в первый раз. А куда делось все остальное? А это все, что они смогли насобирать. 95 тысяч? Да, это все, что... И при этом из этих 95 тысяч, по разным оценкам, около 20 тысяч еще находятся на территории России. То есть эти батальонно-тактические группы, там до 22-25 батальонно-тактических групп, они еще не смогли восстановить боеспособность, неукомплектованные личным составом и техникой. Поэтому они и не входят. И на сегодняшний день воюет где-то порядка 70 тысяч на территории Украины. Слушайте, ну а если оценить со стороны Украины силы сопоставимые, как минимум, на мой взгляд? Ну да, они только за счет концентрации на двух направлениях, на Изюмском и на направлении от Изюма, и на направлении от Гуляй-Поля, за счет концентрации войск, они создали пятикратное превосходство над нашими войсками. На двух узких участках. Вот почему я говорю, что предсказуемо, мы это сразу же заметили, и мы понимаем, что это участки сосредоточения основных усилий наступательной группировки Российской Федерации. Вот. Поэтому мы находимся в обороне, мы это понимаем, и сдерживая оборону противника, стараемся нанести ему максимальные потери в личном составе и в технике. Но смотрите, мы ничего нового с точки зрения технической части не видим. То есть никаких новых каких-то ресурсов не появилось. Никакая-то значительная бронетехника, танки. Ну что-то такое, что произвело бы впечатление. Нет, так наоборот, наоборот, наоборот уменьшилось. Ну допустим, танков Т-90 больше нет. То есть они все, все полегли на наших полях. БМП, БМП-3 практически не осталось. БМП-3, боевая машина десанта, тоже практически не осталось. То есть они сегодня пересаживаются на технику советских времен. Но, кстати, вот если вы посмотрели на эту же карту, да, смотрите, если смотреть от Изюма и от Маринки, да, вот это как бы малое кольцо, ну, Лисичанск, вот видите, от Лисичанска на Изюм. Здесь просто Маринка не нанесена. Вот это малое кольцо, а большое от Гуляйполя и опять же на Изюм. Там они должны сойтись где-то в районе Краматорска. Вот так они планируют. То есть они хотят опять котла, они хотят котел. Ну, это даже, это не столько котел. Вот я хотел сказать, что я вспоминаю из Академии историю военного искусства, это любимый метод войны Германии, фашистской Германии в первый период, в 41-м году. Клещи. Одинарные клещи, двойные клещи. Гудырян этим баловался в свое время. Очень любил создавать вот эти танковые клинья, которые заходили, окружали группировку советских войск и потом ее громили. Вот они примерно то же самое пытаются сделать на сегодняшний день. Но сил и средств я для успеха такой операции я на сегодняшний день не вижу. Так. Я единственное напомню нашим зрителям, не потому, что я опять вас всех призываю подписываться, а потому, что я хочу Олегу помочь. Олег Жданов, как военный эксперт, завел свой канал на Ютьюбе. Так что вы можете смотреть не только у меня на канале Олега Жданова, но и на его канале. Олег, вы пропали, у вас что-то с камерой, Олег. Не, не, это пробивается. Да, все нормально. Ну, потерпят, Олег, потерпят. Все терпят, да. В описании к этому видео есть ссылка на канал Олега Жданова. Вы легко найдете, просто вот прямо под видео. Посмотрите, подписывайтесь на канал. Ну, не знаю, с какой периодичностью Олег будет вести там стримы, вести, размещать видео. Это уже как бы вот следите за этим. Так, значит, с этим вроде бы нам понятно. Вот вопрос в следующем. Вооружение, западное вооружение, которое, ну, вот сейчас анонсируется, что вплоть до того, что, не знаю, подтверждается, нет ли, что якобы уже самолеты какие-то появились от американцев. Правда, нет ли, или другие виды вооружения, которые действительно могут существенно, если не решающим образом, помочь ВСУ. что-то об этом можно сказать? И что в таких случаях, вот в таких операциях, я думаю, что генштаб, безусловно, ВСУ сам знает, что ему делать, но что могло бы решающим образом помочь, чтобы остановить наступление, или там контрнаступать, вот какой-то, провести ответную операцию, для того, чтобы какие-то города там освободить, или территории, и так далее, что бы вы сказали? Скажу так, что, в принципе, на оборонительную операцию у нас есть силы и средства на сегодняшний день. То есть, мы фактически здесь в той же самой роли, какой мы и были на первом этапе, когда мы купировали наступление российских войск. То же самое и здесь. Поэтому силы и средства у нас есть, и наша главная задача в этой операции максимально измотать противника. Максимально. Если, допустим, по ходу операции мы получим вооружение, такое, как артиллерию западного образца, то, что сегодня анонсируют западные политики повсеместно, то это существенно увеличит наши огневые возможности и даст нам фору в том плане, что мы будем нести меньше потерь. Потому как артиллерия, основной способ огневого поражения противника, будет действовать дистанционно. В основном. Это не прямая наводка, это стрельба в закрытых огневых позициях. Поэтому да, поэтому поступающее вооружение может нам помочь. Что касается самолетов, то, насколько я понимаю, самолетов нет. Есть запчасти и комплектующие. Да, вот об этом было сказано. Запчасти и комплектующие. Да, чтобы мы могли спокойно ремонтировать и ставить на крыло свой авиационный парк. Который, кстати, по заявлению генерала Коношенкова уже дважды или трижды был уничтожен. Уничтожен, да. Мы его слушаем периодически. Так что с вооружениями в принципе на оборонительную операцию мы готовы в состоянии ее провести. Но еще раз говорю, если они подойдут, то к этому времени или по ходу проведения операции, то, конечно же, увеличение огневых возможностей это всегда огромный плюс в любом виде боя. Ну, то есть, а вот какие все-таки вооружения необходимы для контрнаступления? Для действительно перехода в контрнаступление частей ВСУ? Ну, неважно, хорошо, на Востоке, например, скажем так. Или Херсон, который нужно вернуть, допустим. Это какие такие нужные вооружения? Я почему об этот вопрос спрашиваю? Вы же понимаете, у Украины тяжелое положение в части контрнаступления. Ну, например, Херсон, как вас освобождать? Это что, бомбить свой город? Вы понимаете? Ну, как? Ну, это как? Ну, невозможно. Это, да. Ну, объясню сейчас. Да, давайте. Вот расскажите. Сегодняшний... Ну, если, конечно, воевать старым советским вооружением, как российская армия, то это надо просто стирать все с лица земли. Артиллерия, авиация и так далее. Смотрите, для проведения наступательной операции или контрнаступательной операции нужны три основные вида вооружения. Это артиллерия, первое, это броня, бронетехника, это танки, бронетранспортеры, боевые машины, пехоты, вот, и авиация. Причем, авиация армейская. Имеется в виду штурмовая и вертолеты огневой поддержки. Вот это три компонента, которые являются чисто наступательными и всегда помогают обеспечивать успех наступательной или контрнаступательной операции. Вот, если эти три вида у вас есть, то вы имеете все шансы на то, чтобы завершить операцию успехом. А во всех остальных случаях, ну, наступать с противотанковыми средствами, конечно же, это безумие. Все, понятно. С этим тоже разобрались. Нас сейчас смотрят 66 тысяч человек и я призываю подписываться и на канал «Фейкинлайф». Хоть мы и перевалили миллион, но лишним не будет. Тот, кто нас смотрит без подписки таких 50 процентов. Я выкладывал всю статистику, ну, сами смотрите, подписываться. Давайте вот о чем поговорим. Мы с вами проводили эфир, но не было важной новости, которую вот, не знаю, сейчас уже спустя некоторое время можно оценить это потопление крейсера «Москва». Сейчас появляется информация в связи с погибшими военнослужащими, матросами, там, и срочники и так далее, что вроде как он выполнял какую-то все-таки боевую задачу, чуть ли не подготовку к десантированию осуществлял именно крейсер «Москва». «Москва». Правда, неправда. Ну, мы помним, что происходило с Змеином и так далее, но действительно ли его уничтожение, ну, он затоплен и так далее, это меняет всю картину вот на юге, там, угроза для Одессы и так далее, что, в общем, это снимает многие из проблем тактического плана в отношении юга Украины? Или это не настолько решающе? Нет, почему? Это действительно снимает часть задач и часть проблем именно на юге Украины. И именно для Николаева, для Одессы, для Черноморского побережья, которое сейчас мы контролируем. Почему? Потому что он действительно для всей эскадры обеспечивал вот этот зонтик ПВО. Так, чтобы наша авиация и ракет у нас нет, они не рассчитывали, что они вдруг появятся, эти ракеты. Поэтому в основном это была защита от нашей авиации. И вполне возможно, что теми силами, которые остались, а именно четыре больших десантных корабля, вполне возможно, что они планировали какую-то высадку десанта, тактического десанта. Я уже не говорю про оперативный, потому что мы четыре корабля вывели из строя на сегодняшний день. Да, Цедрик Уников, в частности, известный, кстати, такой супер. Да, больших десантных корабля. Два требуют ремонта, один притоплен, один вроде как сдетонировал полностью с тем, что привез. Поэтому, да, они действительно могли планировать такой вариант. И теперь без прикрытия с воздуха, без системы ПО, проводить высадку десанта, ну, очень проблематично. И эскадра, и теперь, зная, что у нас еще, оказывается, есть ракеты береговых комплексов, именно противокорабельные ракеты, то эскадра, видите, ушла на 200 морских миль. Это где-то 300, 370, 350 километров. Чтобы ракеты не доставали. Да, чтобы выйти из зоны, вероятной зоны поражения нашими противокорабельными ракетами. И теперь вопрос. Да, часть задач осталась. Допустим, ракетные удары, они с помощью калибров могут наносить с любой точки, с Новороссийска, с Севастополя, потому что дальность пуска ракеты калибр составляет полторы тысячи километров. И вот в этом плане, да. Но, как бы, операции, которые будут связаны с высадкой десанта или, допустим, с огневым воздействием на побережье корабельной артиллерии, вспомните, как они Мариуполь пытались обстреливать корабельную артиллерию, вспомните, как они Одессу пытались обстреливать корабельную артиллерию, вот эти операции уже снимаются с повестки дня. Потому что уже, как бы, боязно подходить к берегу без такого серьезного прикрытия. А тем более, если мы ведем речь о том, что мы увеличиваем свой самолетный парк. Так, вот смотрите. Это все, в общем, связано отчасти с Мариуполем. Ситуация там драматическая. Да, к сожалению, драматическая. Ну, естественно, много вопросов у меня и, так сказать, на нашем стриме и так далее. Но вот вы ее как оцениваете? Так, будем откровенны. Сколько есть ресурс у обороняющихся в условиях, когда именно таким идет осада этого Азов-стали и так далее, в таком виде? С бомбардировкой и всем остальным. Какой у них шанс? Сколько у них есть времени? Ну, это трудно оценить. И вряд ли вам кто-то возьмется даже это оценить. Но скажу так, что у них есть шансы продержаться до завершения сражения на Донбассе. Ну, чтобы вы понимали, там площадь участка 24 квадратных километра, которые имеют подземные сражения. Ну, вот они и месяц бомбить будут. Понимаете? А у нас главная задача сегодня у них – это сохранить свои жизни. И если мы деблокируем хотя бы там группу оставшихся защитников, это будет просто несравнимая ни с чем победа. А все будет зависеть, деблокировка будет зависеть от ситуации на Донбассе. Понимаете? Потому что вот глядя на карту, вот это расстояние от нашей... Сейчас мы сейчас карту еще раз покажем. Костя сейчас покажет карту. Да, ну вы рассказывайте. Да-да-да, вот мы смотрим. Ну, вот если идти от Волновахи в сторону Мариуполя, это порядка 90 километров. И если группировка российских войск будет разбита и измотана, тогда есть шанс пробиться для деблокады Мариуполя. Ну, а вот эти 90 километров – это то, что отделяет позиции ВСУ от Мариуполя, от обороняющихся, я правильно понимаю? Да. Вот смотрите, эти 90 километров, ну, понятно, на машине можно пролететь их там, не знаю, за час, не торопясь. Но вопрос же ведь в том, как плотно там находятся войска вот на этом расстоянии от Волновахи до Мариуполя. То есть, какое сопротивление там необходимо преодолевать, понимаете? Вот это на сегодняшний день как бы огромный вопрос. И я думаю, что именно из-за оценки как бы цены вопроса, сколько надо войск и сколько надо войск для того, чтобы пробиться на сегодняшний день, и каковы будут потери в ходе этой операции, именно поэтому генеральный штаб и не предпринимает такую попытку деблокады. А если, еще раз повторюсь, группировка российских, основная группировка на Донбассе, которая сегодня пытается окружать наши войска, будет разгромлена и будет лишена возможности наступать, ну, будет лишена полностью наступательного потенциала, тогда да, тогда, может быть, есть шанс прорваться и деблокировать или хотя бы усилить эту группировку каким-нибудь спецотрядом, который войдет в город и привезет продовольствие, медикаменты, боеприпасы и так далее. А как он может пробиться? Нет, почему? Суши может пробиться, если проводить специальную операцию под прикрытием артиллерии и авиации. Он может пробиться суши, но это при том, что группировка российских войск на Донбассе, еще раз повторюсь, будет полностью измотана. То есть она не будет представлять большой военной угрозы и не сможет сманеврировать для того, чтобы, допустим, нанести поражение нашим войскам или их блокировать в ходе этого продвижения. То есть сделать такой глубокий рейд. Глубокий рейд. Да, но опять же, Марк, поймите, это будет зависеть, вы абсолютно правы, от плотности российских войск на этих территориях. И я думаю, что именно оценка обстановки здесь должна сыграть главную роль для принятия решений генеральным штабом в плане того, что идти на деблокировку или не идти на деблокаду Мариуполя. Вы понимаете, вот у меня Алексей Арестович, как советник Офиса Президента, он говорил о том, что, ну я думаю, что это почти официальная информация, он публично ее озвучил, о том, что видят, что от Мариуполя отводятся какие-то части, я так понимаю, перекидываются в зону боев, части российской армии, в зону боев там, где идет основное направление удара. То есть, видимо, как-то запас не так велик, и приходится даже с этого направления снимать какие-то части и переводить туда, вот в район Донецка, туда и так далее. Ну, да, вы абсолютно правы, есть такая информация, что частично батальонно-тактические группы с Мариуполя сняты. И, кстати, они их пытаются заменить вот именно вот этими массированными бомбардировками с помощью Ту-22М3, с помощью стратегических бомбардировщиков и вот этих сверхтяжелых. Кстати, почему Ту-22М3? Потому что сверхтяжелые бомбы и обычный фронтовой бомбардировщик не поднимает такой вид. Три тонны бомба, только Ту-22 может поднять такую бомбовую нагрузку. Они вот именно этим и компенсируют. И действительно, они оттуда войска снимают, и там сегодня сухопутный натиск ослаблен. И они их заменили ополченцами с Донбасса и, ну, говорят, вот еще появились там кадыровцы. А регулярные части они оттуда сняли и перебрасывают на донецкое направление. Что для нас, кстати, довольно неплохо, потому что они очень сильно потрепали их там в Мариуполе. Они уже потрепанные, они уже частично потерявшие личные составы технику, и сейчас их перебрасывают на другое направление. Ну, это действительно говорит о том, что резерва больше нет от слова совсем. Вот опять, возвращаясь к резерву, вот вы понимаете, мы пытаемся понять, вот как они планировали, Генштаб России, ну, мы рассуждаем досужим образом. У нас нет никаких инсайдов, специальной информации. Но на что вообще рассчитывают вот в этой второй фазе, если вот судя по тому, что вы говорите, ну, то есть речь идет о, в общем, относительно незначительном количестве личного состава, которые они собирали-собирали, видимо, отводили от Киевского-Черниговского направления, вот перекидывали туда, что-то еще подтягивали и так далее. То есть, ну, логика подсказывает, зачем вы начинаете это делать, вы просто потеряете еще какую-то часть войск, и результата какого-то гигантского не добьетесь. То есть, иногда возникает ощущение, что сам генштаб, учитывая там настроение, возможно, разное, назначение дворников и так далее, он хочет скорее изобразить то, что от него просят. Понимаете? А, ну, вы хотите наступление? Ну, ладно, давайте, что есть там, вот и будем наступать. Что будет, то будет. Вот, ну, нету такого плана, что его можно понять, можно было бы сказать, ну, вот они точно хотят захватить, вот выйти к административу, и все, и точка, и баста. Вот у вас какое складывается впечатление? Ну, у меня еще, я еще добавлю к вашим словам, я еще добавлю то, что они не просто хотят изобразить, вот действительно на это похоже, они еще хотят и затянуть. Вот, затянуть. Почему? Потому что все основные кадровые чистки в генштабе, там, в ФСБ и вообще в аппарате у Путина, Путина анонсировал на окончание войны. И поэтому, чем дольше длится война, чем дольше они кормят его завтраками, о том, что завтра мы все возьмем, завтра мы все победим. И тем более Путин опять обратил внимание, что технику надо беречь, не людей, а технику надо беречь. Техники не хватает уже. Вот. Они максимально затягивают вот сроки окончания этой операции для того, чтобы не становиться к ответу и не начать объяснять, что почему, а почему же вы не сделали. Кстати, вот я предполагаю, что черный лебедь в России может прилететь в любой момент. Смотрите, когда желание и возможности столкнуться в суровой реальности. Из бункера идет одно желание. Победа над Украиной. Принесите мне ее на блюдечке. А в генеральном штабе уже есть понимание того, что этой победы на блюдечке не будет. И, скорее всего, точка буферкации будет именно в генштабе, когда желание Путина столкнется с реалиями фронта. И вот здесь может произойти, можно сказать, такой взрыв в плане огромного внутреннего кризиса в Российской Федерации именно кризиса управления. Может быть, до Путина дойдет, что он не управляет процессом. И он не может получить желаемый результат. Для него это будет просто катастрофа. Ну, для генералов, думаю, то же самое. Поэтому они стараются максимально оттянуть. И, ну, что они, правда, будут ему продавать завтра, я даже затрудняюсь сказать. Я почему так рассуждаю? Вот посудите сами, Олег, да? Ну, что такое наступление, да? Которое можно продать? Это наступление, там, ну, не знаю, по 10-20 км в день, вот, с боями проходим, смотрите, вот, вот, вот. Показывают, карандашом чертят. Ну, вот, ну, да, потери, да, то. Но мы же, вот, что вот сейчас они показывают? А вы слушали вчера Медведева? Ну, это просто, я извиняюсь, ебанат моего редко слушаю. Ну, давайте вы нам расскажите, что... Ну, я, там очень интересная такая фраза промелькнула. Они опять хотят вернуться к идее Чебурнета. То есть они хотят... Это они точно сделают. Это они точно сделают. Правильно. А теперь еще отматываем на две недели назад, и проскочила в средствах массовой информации, проскочила информация, что одна из киностудий строит в Подмосковье этот самый, декорации Хрещатика. Ну, что, они прям... Нет, я об этом слышал. Они могут это делать. Ну, и в условиях Чебурнета, в условиях построенных декораций, парад на Хрещатике. Вот вам, вот. Нет, нет, ну это, конечно, аллогично. Это шиза совсем. Я думаю, они на это не решатся. Они могут, знаете, какую-нибудь хэппининг устроить. Это они могут. Вот в это я охотно верю, потому что они построили рейстак у себя там в этом искусственной его штурмологии. Я именно по этой намекаю, что они уже рейстак штурмовали один раз. Может, они и парад на Хрещатике таким образом проведут. Трудно сказать. Что они будут... Потому что реально, вот, по той ситуации, которая складывается на фронте, даже без учета... Я сейчас не беру третью фазу, потому что между второй и третьей, я думаю, будет опять оперативная пауза. И нам надо будет перегруппироваться. И они будут пытаться собрать все что-то в кучу, чтобы удержать те позиции, на которых они останутся по окончании вот этой попытки наступления. Вот. А время же идет. Время же неумолимо, да. И надо будет о чем-то говорить. Надо будет как-то обществу объяснить, что чего они добились. Ну, хорошо, потерь нет. Ладно. Они там будут пытаться... Опять же, будут пытаться сегодня продавать, что 23 тысячи потерь в вооруженных силах Украины. И там, кстати, напечатались списки полка АЗОВ. И там часть, да, людей погибших, но часть тех, которые живы сегодня. Ну да. Понимаете? То есть, вообще такая дезинформация уже... Неужели они настолько считают общество в России тупыми, что люди не смогут там с помощью интернета, пока он еще, слава богу, работает, разобраться в том, что они реально продают? Ну, тут, вы знаете, понять их логику порой очень сложно. Ну, вот именно поэтому я и говорю, что черный лебедь может прилететь с любого направления и в любой момент. И тогда, как говорил классик, русский бунт бессмысленный и беспощадный. Это да, нет. Но это мы приблизительно себя представляем. Тут нам еще важно понять, как ведет себя, как поведет себя, значит, главный там их этот стратег, 70-летний. Вот смотрите, опять разговоры, как-то тема продолжает крутиться вокруг термоядерной войны, используя ядерное оружие и так далее, и так далее. Причем, то она отрицательным образом звучит, как у Лаврова, он дал какому-то индийскому агентству, на английском он говорил, да, и по-английски тут кто как-то немножко переводит, но смысл свелся в том, что, ну, конечно, что мы там в Украине не собираемся использовать. То ли он сказал слово пока, то ли не сказал слово пока, ну, перевели, что не собираемся использовать тактического ядерного оружия. С другой стороны, прозвучали уже парирующие ответные слова Великобритании в лице Джонсона. Он сказал, что в случае, если будет использовано, Великобритания, обладающая таким оружием, естественно, в Европе это Британия, это Франция, там, ну, Америка, понятно, не советуюсь союзниками по НАТО. Не проводя консультации, нанести превентивный удар. Да, но это не обязательно может быть ядерный удар. Почему? Обязательно, но если столкнуться с этой проблемой, если столкнуться именно с применением тактического ядерного оружия, давайте по порядку, смотрите, Украина, мы последние в этом списке среди целей применения ядерного оружия. Почему? Потому что мы сопредельная территория, у нас огромная граница. Даже если применить тактическое ядерное оружие, где выпадет радиоактивный дождь? Или радиоактивный осад? В России, они вам скажут, а мы идиоты, нам все равно, я ем было. Может быть и так, это раз. Второе, проигрывая эту войну, ведь Путин четко понимает, что выигрыш Украины это следствие, а причина это поставки вооружений и поддержка западов. конечно. И всегда надо бороться с чем? С причиной, а не со следствием, иначе не победишь. Тогда становится понятным, что в первом списке на ядерный удар стоит кто? Западные партнеры Украины, особенно страны, которые поставляют вооружение. Кстати, ноты протеста уже были разосланы. Чехия, мы знаем, получили. Да, Соединенные Штаты их получили. Но, допустим, нанесение удара по европейскому континенту, это сжигание мостов, и тогда никакого переговорного процесса быть не может априори. А вот, допустим, нанести превентивный удар по какому-либо небольшому объекту НАТО в акватории, допустим, Мирового океана, какая-нибудь островная база. Почему бы нет? А потом сказать, ну что, а вам слабо, пацаны, ответить. Так они не слабо, они же уже, конечно, не слабо. Да, правильно, но Путин же всегда идет по логике гопника, понимаете, он наносит удар, а потом, он делает шаг, а потом смотрит на реакцию. А вот, теперь, это что касается применения. Ну, это вариант, это мы с вами рассуждаем. А теперь, что касается превентивного удара со стороны Запада, Запад сегодня сдаваться не собирается, потому что они получают нового Гитлера, который нагнет их всех. Очень сильно нагнет. И они это прекрасно уже поняли. Слава Богу, через два месяца ведения войны они к этому пришли. Ура. Вот. Но, теперь же мы понимаем, что агентурная разведка будет знать сразу же, как только в бункере зайдет речь о применении ядерного оружия. Это первый момент. Второй момент, вся разведка там электронная, радиоэлектронная, оптика электронная, спутниковая, она вся сегодня 24 на 7 мониторит места хранения ядерного оружия. Абсолютно точно. И если из какого-то места, допустим, они узнают, отдан приказ, из какого-то места хранения вывезут контейнер с этим ядерным боезарядом. И вот тут почему бы не нанести превентивный удар, при этом демонстрируя Российской Федерации, что мы четко знаем, что вывезли, куда вывезли. Просто по этому контейнеру. Это не будет ядерный взрыв. Ядерный взрыв происходит только во время штатного алгоритма подрыва ядерного активации и подрыва ядерного заряда. Во всех остальных случаях это будет просто разбросанные кусочки радиоактивного урана или ружейного плутония, которые дадут эффект грязной бомбы на небольшой территории. Это может оказать, проявиться. Но, допустим, в Кремле поймут, что как только они вытащат следующий контейнер, опять будет примитивный удар. А средства нанесения удара на сегодняшний день ну хоть отбавляй. Начиная от авиации современной, потому что она на два поколения старше, чем системы ПВО Российской Федерации. И они этот самый или, допустим, ракетный удар. Ну, все что угодно может, теми же крылатыми ракетами. А, кстати, Россия, вот в подтверждение моей версии, сегодня произошло очень знаковое событие. Сегодня Россия сделала первый экспериментальный пуск ракеты-носителя Сармат. Да, все мы это видели, да. Причем мы не понимаем, как, что показывают картинки опять, но действительно они это сделали. Ничего не понятно, смотрите, Сармат это межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью впуска 18 тысяч километров. То есть, практически, и плюс с возможностью нанесения ядерного удара с орбиты, высокой орбиты, то есть, практически из космоса. Вот. То есть, она может нанести ядерный удар в любой точке земного шара. На сегодняшний день МБР, ну, как бы, намек на то, что есть же воевода, есть еще сатана, там, ну, разные типы ракет. Вот. Это шахтного базирования ракета. У них еще шахты остались даже некоторые. Вот. Я думаю, что это не просто было испытание, не было, не важно, но сам факт, что они намекают именно на МБР, на межконтинентальную баллистическую ракету. Для того, чтобы нанести удар такой ракеты по Украину, пуск надо делать из-под Нижнего Тагила. Понимаете, у него, потому что у него минимальная дальность 6000. Не, я и говорю, да, она, я и говорю, нет, ну, а у них же есть и меньшая дальность ракеты, но вы говорите, что по этой причине, что вряд ли Украина станет мишенью. Да, это первый момент, а второй момент вполне возможно, но вот то, что я говорил, что в акватории Мирового океана где-то одинокий объект, объект НАТО, какая-нибудь радиоэлектростанция РЛС дальнего обнаружения или база небольшая или что-то еще. А ее надо уничтожать именно с помощью ядерного заряда? Просто средства досягаемости. В данном случае МБР демонстрирует средства досягаемости. Понимаете? Вот в чем дело. Эскандер туда не долетит, Калибр туда не долетит, а вот Сармат, понятно, не долетит. Это первый экспериментальный пуск. Еще будут там куча испусков на испытания и может они обязуются к концу года поставить ее на вооружение и поставить сразу же на боевое дежурство в шахту. Но сам намек о том, что есть МБР у них еще. Вот они вспомнили о ядерной дубине. Вот я что хочу подчеркнуть. Но это действительно довод. Я не поспорю. Довод убедительный. Но на ваш взгляд вот уверенность Запада, допустим Соединенные Штаты, возьмем их, предполагает, что их какие-то противоракетные программы обеспечивают хотя бы какую-то защиту, но в степени допустим не знаю 50%, 70%. Они могут исходя из этого анализируя угрозы и риски, которые возникают прежде всего для Соединенных Штатов. Потому что главный источник противостояния лидер всего этого коллективного Запада, главный мишень и так далее. Но убедиться в том, что возможности России для допустим нанесения ядерного удара по самой территории Соединенных Штатов, по самим территориям Соединенных Штатов имеют очень низкие риски. Почему? Потому что вы знаете, заметили вы или нет, США и Великобритания постепенно очень эскалировали свою риторику. Изначально я вам напомню, Байден все время говорил, не дай бог, не дай бог, мы вот ни при каких обстоятельствах не дистанцируем, не участвуем. Да, 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 ни одного американского НАТО сказал, не дай бог, треть мировая. Вы знаете, мне показалось, что за эти два месяца что идет война, как-то риторика а почему и что да и как. То есть уже начали звучать резонерские нотки, что хватит тут елдой своей трясти и вообще мы тут как бы есть ощущение, что помимо того, что они набираются решительность, немножко расходятся, есть ощущение, что они как-то проверяют, тестируют свои системы противоракетные и у них об этом пишется кстати немножко западная пресса, американская, очень сдавленно так пописывает, да, но возможно они поняли, что их система защиты она вполне себе надежна. Вот нет ли такого ощущения, ну от ракетных пусков я имею ввиду прежде всего. Так, кстати, они даже и успели ее создать, Румыния, Польша и по-моему Литва. Вот три опорных точки, которые это самое, которые полностью замкнули полукольцо, вот эту дугу перед НАТО. Они успели в Европе ее построить, а у себя тем более... Ну а в чем более в Америке, да. Да, поэтому они, поэтому я так думаю, чувствуют себя более-менее уверенно. И это первый момент. И второй момент, вспомните, что Соединенные Штаты накануне войны практически завершили испытания гиперзвуковой ракеты. Реально. Об этом сообщили, да. Не кинжал, который нам демонстрирует Российская Федерация. Кстати, ну там стопроцентное нецелевое использование МиГ-31 в плане носителя, точнее, даже не носителя, в плане первой ступени, разгонной ступени для обычной ракеты комплекса Эскандер, которую они разгоняют, а потом до скорости, потом пускают, и почему-то у них этот комплекс называется кинжал, хотя ракета используется комплекса Эскандер. Я думаю, что они демонстрируют решимость на основании своей уверенности. Здесь, наоборот, в отличие от Путина, который всегда берет, как будто играет в покер, знаете, за покерным столом, кто лучше блефует, тот и побеждает. На понт он берет. да, то они основывают свою именно на уверенности в том, что их система на сегодняшний день работоспособна, и, возможно, она им гарантирует вот такую вероятность 50-70% перехвата этих ракет. А может быть, опять же, возвращаемся к превентивному удару. Ну да, это как один из планов. Нет, безусловно, они рассматривают наши эксперты, вот, которые из Америки, у нас... Тем более, Марк, вы смотрите, ведь система Starlink висит над евразийским континентом, она полностью висит. И они даже уже сказали, что Медведев, тот же самый идиот, говорил о том, что якобы Starlink использовался в якобы наведении. Конечно, чушь он сказал, но... О чем? Что они о Starlink думают. Они думают, что о Starlink. А Starlink участвует в военных программах, об этом и Лон Маск даже подтверждал. Да, и Лон Маск подтверждал. Так я поэтому и сказал, что за счет Starlink это же практически сетка над землей висит. И они могут действительно контролировать, а если брать еще, добавьте сюда электронную разведку, которая висит на стационарных орбитах, та же система всевидящая ока, так они фактически контролируют ситуацию. Поэтому они ведут себя так уверенно. Ну да, вот так я и говорю, что возникло ощущение, что они провели какие-то у себя краш-тесты, там, я не знаю, провели учения, определили, что может грозить, как полетит, куда полетит, и убедились, что, собственно говоря, ну да, риски есть, но они не такие, как виделись изначально, потому что, ну, Путин же блефует действительно, и они это понимают, что он блефует. Но у них цена выше в том смысле, что Путину наплевать, он сел в бункеры, там, а сколько народу побило в Москве, или там, не знаю, в Барнауле, ему начихать абсолютно, сгорит хоть те 140 миллионов. А американцы, европейцы, понятно, что они первостепенным являются попыткой избежать именно жертв среди, собственно, населения, да, потому что они, в первую очередь, население видят своего избирателя, который влияет на их присутствие во власти. Ну, конечно. Таким образом они рассматривают вопрос. Ну, я думаю, что в этом случае, видимо, есть какая-то, какая-то такая четкая уверенность и понимание той ситуации, которая складывается вокруг вот этого ядерного арсенала Российской Федерации. Вполне возможно, что одним из итогов, кстати, войны, вполне возможно, что этот арсенал может быть взят под контроль со стороны Запада. Нет, ну, об этом говорят, об этом говорят, но для этого надо действительно большое военное поражение Москвы и какая-то внутренняя ситуация, что генералы справятся со всей этой угрозой с Путиным. Ну, будем так говорить, смена политической элиты Российской Федерации. Вот она может, да, новая элита с чистого листа начнет отношения с Западом и один из компромиссов будет, это, допустим, контроль над ядерным арсеналом Российской Федерации. Вернуться, вернуться к прежнему договоренности, мониторингам, и то, что было в начале 90-х, там, началось, там, после договоренности еще при Горбачеве, но какое-то время продолжалось в 90-х. Да, это, вероятнее всего, как может ожидать, ожидать это все по итогу. Путин это неизбежно понимает. Другой вопрос, что мы, вот, возвращаясь к тому, что генералы изображают, да, говоря об этой операции, наступательные и так далее, мы переходим и к тому, что приходим к выводу, что это может касаться и вот этой угрозы применения тактического или там стратегического ядерного оружия, что этого они точно не хотят, потому что там уже не то, что опало, не то, что отставка, не то, что чистки, там уже неизвестно, какими будут последствия, уж точно для... Но я так думаю, что там уже у части генерала в голове крутится лозунг «Спасайся, кто может?» И как может? А сейчас, а сейчас, кстати, у Патрушева и Бортникова сейчас есть реальный шанс, я так понимаю, что в ближайшее время, скорее всего, будет серьезнейшая схватка между Министерством обороны и ФСБ. Точно, абсолютно, да. Они вцепятся друг к другу в орлах, кто же виноват? Кого казнить, кого помиловать? И кто победит в этой схватке, тот и будет, в принципе, на плаву и тот может влиять на внутриполитическую ситуацию в России. Поэтому там сейчас не до войны будет в ближайшие там недели-две. Мы вот 50 минут в эфире, нас смотрят 128 тысяч человек. Надеюсь, какая-то часть из них подписалась на ваш канал, надеюсь, какая-то часть подписалась на мой канал, но и те, и другие. Пожалуйста, ссылки на этот эфир все равно размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, так, чтобы эфир посмотрел как можно больше людей. Но последний вопрос я хотел задать, исходя из того, что вы сказали, Олег, относительно второй и третьей фазы. Вот при каких обстоятельствах третья фаза, если, допустим, вторая окончится ничем или даже чем-то плохим, да, для Москвы, для Минобороны, перспективы вот этой третьей фазы, какие должны возникнуть условия, не знаю, там, новые численности, мобилизация, ну, личного состава, пойти по пути срочников, отказаться от, и без того, притворных разговоров о том, что мы срочников в спецоперации не задействуем, что нужно будет сделать, чтобы, если провалится вторая, начать третью, допустим, там, осенью, или там, не знаю, летом, да, то есть, какие такие нужны изыскать резервы для того, чтобы по новой попытаться добиться чего-то там, ну, на востоке, я не знаю, на юго-востоке и так далее. Вот что это должно быть? Вы знаете, я думаю, что после, если вторая фаза закончится поражением российских войск, то до третьей они просто не дотянут, потому что, действительно, третью фазу они смогут собрать не ранее, чем через полгода. Это пока они снимут технику сохранения, пока не приведут ее в порядок, если еще смогут, пока они срочников превратят в солдат, а потом превратят их в контрактников, или даже бог с ним, пусть оставят их срочниками, но это не внутриполитическая ситуация в России, не ситуация в Украине, а мы не остановимся на второй фазе, мы начнем третью фазу. Зачем нам останавливаться, если мы наносим огневое поражение? Нам надо идти вперед и выходить на границы 1991 года, а потом садиться за стол переговоров и определять правила сосуществования двух государств. Я думаю, что они просто именно Путин и его окружение в таком контексте просто не доживут до третьей фазы и ее уже будет бесполезно будет ее организовывать. Да и некому, наверное, будет ее организовывать, потому что после такого поражения, скорее всего, особенно элита, которая связана, наверное, больше с деньгами, она будет стремиться найти контакты с Западом на любых условиях, на любых. Особенно, вы же слышали Набиулину, как она сказала? Она сказала, ребята, в конце второго, в начале третьего квартала нам надо будет придумывать новые виды бизнеса. Придумывать новые виды бизнеса. Я не знаю, что там можно внутри придумать, гвозди производить отечественные. Ничего не придумают. Пожаловалось, что гвоздей в России не производят. Оказывается, даже гвозди закупают. Поэтому я в этом контексте я про третью фазу бы, наверное, даже не говорил. Потому что очень большой будет разрыв между второй и третьей фазой в случае поражения российской армии на Донбассе. Да. Ну да. Теперь больше понимания. Ну что, Олег, 53 минуты мы в эфире. Спасибо вам огромное за этот эфир. Я напоминаю нашим зрителям, что в 22 часа, как обычно, у нас будет Алексей Арестович с новостями от Офиса Президента. Он, как советник, поделится с нами. Это раз. То есть, соответственно, через час-шесть минут я жду вас снова на канале Фейген Лайф. Я еще раз напоминаю, в описании к этому видео есть ссылка на канал Олега Жданова. Пожалуйста, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Ну и ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальностях, в группах. В России тоже я бы очень хотел. Нас смотрят из России все-таки под 30 процентов. Нам важно было бы, чтобы и в России тоже окончательно поняли тем, кого призывают или собираются направить в зону боевых действий, что идиоты кончатом